393 это капитальный ремонт, а здесь капитальный ремонт 262,84 копейки. На 130 рублей больше в январской квитанции за капремонт. По сравнению с декабрьской платежкой возмущается пенсионерка Галина Кузнецова. Теперь 390 рублей ежемесячно. Вроде бы сумма не такая уж и большая, но в общей массе коммунальных платежей режет глаз и бьет по кошельку. А общая сумма за ноябрь уже стала 3351. Вот у меня, например, за декабрь вышло 4973, а вот она, январская, 5035. Напомним, плата за капремонт многоэтажек выросла с января этого года, а месяцем ранее в Барнауле почти на 15%. В целом выросли тарифы ЖКХ. С таким коммунальным прессом барнаульцы, если исправляются, то затягивая пояса. Тарифы, конечно, растут не по дням и по часам. Несмотря на то, что мы в возрасте, мы же тоже хотим куда-то и в театр сходить, и даже обновку какую-то купить. И не так уж мы слишком старые, чтобы не обращаться ни с кем. Даже в гости пойти, какое-то там пирожное или что-то уже смотришь. А что-то там, ведь не хочется просто так вот сесть и сидеть в этой квартире. Тема грядущего роста цен на капремонт активно обсуждалась еще прошлой осенью. Тогда в Минстрое заявляли, что повышение мера вынужденная. Мол, собираемых средств сейчас не хватает на капитальный ремонт многоквартирных домов. Правда, простым жителям это объяснение понять сложно. По их словам, немало домов сейчас не нуждаются в капремонте. Мы направили запрос в фонд капитального ремонта с просьбой объяснить, на какие дома и на какие конкретно виды работ пойдут в первую очередь средства. Валентина Аскирова, Алексей Фризин. День с толком.